Слухи о том, что AMD скоро выпустит 3D-карты Radeon RX 6800M для ноутбуков, наконец-то обрели документальное подтверждение. В базе данных CPU-Z засветился ноутбук Asus линейки ROG Strix с этой видеокартой. 3D-ускоритель AMD нового поколения построен на GPU Navi 22 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. По предварительным данным, у Radeon RX 6800M 40 вычислительных блоков и шина памяти разрядностью 192 бита. Ожидается, что производительность модели окажется на уровне GeForce RTX 2080 и Radeon RX 6700XT. Правда, это если говорить о высокопроизводительной версии Radeon RX 6800M с TDP 145 Вт, а будет еще вариант попроще с TDP около 100 Вт. Что касается самого ноутбука, то другая его особенность – мощный процессор Ryzen 9 5900HX. Также в наличии 16 ГБ оперативной памяти, два SSD объемом по 1 ТБ и экран разрешением Full HD с кадровой частотой 60 Гц. Надо отметить, что высокопроизводительные GPU и CPU упакованы в небольшой корпус ноутбука с экраном диагональю 15,6 дюйма. Так что в данном случае TDP Radeon RX 6800M составляет скорее всего те самые 100 Вт, а не 145 Вт. Также Nvidia пытается решить дефицит видеокарт на рынке разными способами, в том числе выпуском старых моделей, которые хоть и не смогут тягаться по производительности с новейшими видеокартами на GPU Ampere, но позволят геймерам худо-бедно играть в новейшие игры при разрешении Full HD или около того. Так в строй уже вернулись GeForce RTX 2060, ее сняли с производства в прошлом году GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650, а сейчас, кажется, настал черед GeForce GTX 1080 Ti. Один из пользователей этой видеокарты, производство EVGA, был вынужден сдать ее ввиду поломки. Взамен он получил аналогичную, но произведенную в 2021 году. GeForce GTX 1080 Ti, напомним, вышла более четырех лет тому назад. Это была флагманская видеокарта Nvidia на GPU GP102 линейки Pascal и одна из самых мощных моделей своего времени. И вот сейчас, кажется, она готова вернуться на полки магазинов. Таким образом, у геймеров появится возможность купить хоть какую-то относительно мощную видеокарту. Правда, вопрос цены остается открытым. Например, мало кому интересная GeForce GTX 1030 вернулась в магазины заметно подорожавшей. А что будет с GeForce GTX 1080 Ti, которая и сейчас при майнинге может обеспечивать хороший доход в размере примерно четырех долларов в день. КАКЕРТИН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...